Дай почитать. И синоним оторванности от общенационального и мирового культурного контекста. Тогда как быть с Романом Сенчиным, уехавшим в Екатеринбург, с Алексеем Ивановым, живущим и страстно любящим Пермский край, с Захаром Прилепиным, до недавнего времени проживавшим в деревне, а теперь в Донецке, и со многими другими? Может, в наше время продвинутых медиатехнологий быть столичным писателем совсем не обязательно? Судя по последним публикациям наших земляков, действительно лучше жить в провинции у моря. Поверьте, дорогие слушатели, как непредсказуемо, разнообразно, интересно и увлекательно наша авиатская литература. Например, роман «Эхо Букового леса» отца Александра Балыбердина. Удивительно тонкого, глубокого, образованного человека и писателя. Это жанр антиутопии. Действия происходят в конце 22-го, начале 23-го века в Париже, Реймсе, Берлине, Дрездене, Венеции, Вятке. Это не только захватывающие приключения, движения, не только лихо сделанный детектив, но и философская, праведческая проповедь. А впечатляющая по объему проделанной работы, по масштабности, хоть и названная нежно автором Юрием Костиным, «Когда дней сумрак пал на землю» книга. Импульсом к написанию стала реальная история о том, как германские спецслужбы забросили на север Кировской области группу диверсантов. А НКВД эту группу обезвредило. Потрясающе интересно написано и о тайных операциях, и о судьбах многих реальных лиц, живших в 1941-1943 годах. Философско-урбанистическая лирика Ильи Оленева полна и тоски, и рефлексии, и веры, и света. Не случайно она названа «Радости ради». А еще оформлена современность диском и с возможностью выхода в интернет ресурсы, где можно послушать три музыкальных альбома очень трогательно, чуткого, к слову, искреннего и ищущего Ильи Оленева. И, наконец, трехстишие своеобразные русские хайку Артема Скобелкина «Глаза переполнены ветром». О смысле жизни. Редкие по нынешним временам размышления. Не все ли равно, как зовут человека, раз он человек? Или «Любовь моя, служи мне маяком в эпоху этой непроглядной ночи». Какой уж тут провинционализм. Настоящий литературный процесс вятки. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!